Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о 15 главе Евангелия от Иоанна. В 15 главе, собственно, и располагается второй вариант прощальной беседы по сравнению с тем вариантом, который был предъявлен нам, евангелистам, в 14 главе. Это по темам, по порядку, тем, в общем, практически то же самое. И часто здесь почти дословные повторы основных мыслей Христа, о которых он говорит со своими учениками в этот момент на Тайной вечере и по дороге в Гефсиманский сад. Но в то же время в 15 главе мы видим очень важные и своеобразные, уникальные почти формулировки. Начинается эта глава с 8 стихов, которые посвящены образу виноградной лозы. И, может быть, и не единственный раз Господь к такому образу прибегал. Но именно здесь, в прощальной беседе, он как-то, видимо, впечатался в учеников, и они запомнили, действительно увидели, о чем идет разговор. Господь говорит, я виноградная лоза, а отец мой виноградарь. И пока еще в этом нет ничего, так сказать, экзотического. И про виноградаря, и виноградник. Господь совсем недавно говорил притчу о злых делателях, о работниках виноградника. В общем, понятно, что речь идет о том, что виноградник Господа Саваофа – народ Божий, народ Израилев. Но вот Иисус говорит ученикам о том, что виноградарь – отец, виноградник, поле, где все это произрастает, наверное, народ Божий, об этом речь вообще не идет. Но истинная виноградная лоза говорит Господь – это я. То, что приносит плод для хозяина виноградника, для Отца Небесного. И вот он обращается к ученикам и говорит о том, что они, мы, те, кто действительно хотим быть учениками Христа, можем прибыть на нем, как ветви на лозе. Ветви, которые не своим соком питаются, не сами по себе, которые не могут существовать отдельно от лозы, уж тем более не могут плодоносить. Такие ветви засохнуты, годны только в качестве хвороста быть брошенными в огонь. Вот богатый и очень глубокий образ, который предлагает всем нам Господь Иисус – согласиться на то, что мы на нем, как ветви на лозе. Согласиться на это, потому что это значит, что и плоды, которые мы приносим, принадлежат лозе, и, значит, виноградарю, вот, без меня не можете делать ничего, говорит Господь. Именно в этом контексте эти его слова совершенно уместны и понятны. Вы не можете приносить плод, если не прибудете на мне. Стало быть, для того, чтобы жизнь наша была действительно осмысленной, необходимо для нас держаться за Христа, как ветви за лозу, прибыть на нем его жизнью, его кровью, его словом питаться и наполняться. И это чрезвычайно важная вещь, конечно же. И дальше Господь обращается к ученикам и говорит то, что мы уже читали в предыдущей главе. Отец меня возлюбил, я возлюбил вас, и пребудьте в моей любви, если соблюдете мои заповеди. Вроде бы все понятно. Предполагается, что опять как ветви на лозе, ученики любят Иисуса, соблюдают его заповеди, и тогда их охватывает любовь отца и сына. Тогда они становятся участниками этой великой тайны. Но сам Господь про тайну, это ничего ученикам не говорит, а говорит, я вам это сказал, чтобы радость моя была в вас, и радость ваша была совершенна. Ну, надо понимать, что это призвание, которое Иисус обращает к своим ученикам, чтобы его радость была в нас, его радость о том, каков Отец Небесный, его радость о любви Божьей, его радость о спасении людей. И наша была, чтобы радость в этом совершенна. Когда Павел говорит, всегда радуйтесь и за все благодарите, он имеет в виду именно вот это, то же самое радость Христова, которая пребывает в наших сердцах. Она не отменяет ни трудностей, ни скорбей нашей жизни, но это все равно радость, которая все собою окрашивает. Очень серьезная и вовсе не такая простая вещь, потому что когда мы пытаемся ее имитировать, тоже ничего особенно хорошего не происходит. Для того, чтобы наполняться этой радостью, надо учиться именно Христову взгляду на Бога, на мир и на жизнь человеческую. И снова мы видим здесь, поскольку я уже говорил о том, что у нас есть по меньшей мере два повтора последней беседы, снова мы видим слова Христа, моя заповедь в том, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас. Но здесь есть некоторые уточнения. Господь говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Стало быть, как я возлюбил вас, имеется в виду то, что Иисус отдает свою жизнь за нас, за своих учеников. А дальше, вот в пятнадцатом стихе, снова обращаясь к ученикам, Господь говорит, я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что услышал от отца моего. Ну и снова, когда мы говорим о том, что мы рабы Божьи, мы, вообще говоря, лукавим во всех своих объяснениях, а всерьез-таки попросту нарушаем его слова. Он не называет нас рабами, он называет нас друзьями. И мне кажется, для людей очень важно увидеть и понять это, что Иисусу нужны друзья, не рабы. Рабов у него и без нас, может, пруд пруди, не знаю. Но обращаясь к людям, он говорит о том, что ему нужны друзья. Рабами ведь можно быть, не входя в личный контакт с господином, вне контекста личностного общения. Ну, где-то там этот господин живет далеко на Марсе, тут командует, мы, значит, кандалами позвякивая, что-то такое на него работаем. Ну, ладно. Но друзьями невозможно быть без личностного контакта, глаза в глаза, от сердца к сердцу. Вот что, мне кажется, существенно. И, называя своих учеников друзьями, Господь говорит, это не вы меня избрали, это я вас избрал и поставил вас. И вот поэтому заповедую вам, любите друг друга. Избрание, о котором Христос говорит, тоже не потому, что мы выбрали, что мы можем вообще выбрать в своей жизни, когда так путаемся, так плохо понимаем, где правда, где неправда. Господь говорит, это я вас избрал. Не вы меня избрали, но я вас избрал. И, ну, это потрясающе, такова была его воля. Он избрал нас всех, чтобы мы стали его друзьями. И для этого, собственно, он и говорит нам, опять же, еще раз, «Сие заповедуя вам, любите друг друга». Далее Господь говорит еще здесь в заключительной части 15 главы довольно важную мысль, которая присутствует и в беседе на Гаеи Елеонской в версии евангелиста Марка, ну и вообще говоря, в апокалипсисе евангелиста Анна Богослова. Логика здесь у Господа вот примерно такая. Говорит о том, что вы стали моими друзьями, вы любите меня и стараетесь жить по моей заповеди, соблюдаете ее. Я избрал вас от мира, но, Господь говорит, мир меня возненавидел. Мир, который не готов от всего отказаться и стать друзьями Иисуса, мир, который зациклен в каком-то смысле на себе. Ну, в общем, я думаю, что все понимают все и можно не тратить время на обличение того, каков этот мир. Вот этот мир возненавидел Иисуса. И это действительно так, это действительно суровая правда Божья. Знаете, даже удивительно, до какой степени это так. Мир готов вообще на все, что угодно, лишь бы только не встречаться с Иисусом из Назарета. Так вот, Господь говорит ученикам, вы, мои ученики, я вас избрал от мира, меня мир ненавидит и вас тоже будет ненавидеть. Вот, как меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все это будет вам за имя мое. Стало быть, те, кто избирают путь за Иисусом Христом, так или иначе, может быть, не абсолютно всегда, но очень часто сталкиваются с вот этим противлением миру. Не тогда, когда мы мимикрируем под обычных людей, что, в общем, может, и вынужденная вещь, но когда речь идет о серьезных вещах, серьезных, предавать или не предавать, доносить или не доносить, властвовать или не властвовать, вот, понимаете, вот такого порядка, завидовать или не завидовать, когда речь идет о серьезных вещах, сопротивление, которое и внутри нас, и вокруг нас, действительно, иногда зашкаливает, и вообще хаос и злоба этого мира все время толкают его куда-то поближе к пропасти. Вся книжка «Апокалипсис» ровно об этом, о том, что Иисус пришел в мир, его ученики полюбили его и пошли за ним, и попали в ту ужасную, ужасную коллизию, так сказать, в которой воплощенное Слово Божье и Церковь его оказывается на земле. Вот об этом здесь же в 15 главе в конце Господь говорит своим ученикам об этой ненависти, о том, что она направлена именно на неприятие Отца Небесного и Господа Иисуса. Он говорит об этом без гнева с какой-то удивительной скорбью и заканчивает этот разговор тем, что когда придет Утешитель, тогда вы сможете это понять и принять. Академия и вести в тысячи Продолжение следует...